Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Будьте здоровы! В Беларуси растет число случаев заражения коронавирусом и гриппом. В легкой форме болезнь протекает до 10 дней. О чем заявляет ВОЗ? Трудный возраст. Правоохранители проведут профилактическую акцию подросток. Уважаемые родители, обратите внимание на то, с кем общается ваш ребенок, куда ходит. Какие преступления самые распространенные? Храм в стиле ампир в Бавройской отметят двухсотлетие со дня основания собора Александра Невского. Приглашаю всех на наш праздник, на наш юбилей. Удалось ли воссоздать точную копию здания? А также реальная картина, мобильное приложение и холодная осень. На четверг объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Когда ждать снег? Спиной к спине. Накануне президент встретился с российским философом. Александр Дугин приехал, чтобы представить реальную картину своей аудитории и посмотреть, чем живет Беларусь. Несмотря на прошлое противоречие и критику, сегодня наша страна – суверенное государство, которое плечом к плечу с братской России и противостоит нападкам Запада. Александр Лукашенко напомнил, его любимой дисциплиной в УЗИ была философия. И встреча с гостем заставила в какой-то степени снова в нее окунуться. Когда-то, я помню, грубо скажу, хихикали в России некоторые, я их называю либерасты, когда я сказал, что придет время, было два года назад, сказано, что-то в 19-20 году, когда нам с Путиным придется стоять спиной к спине и отстреливаться. Все думали, ну как это так, что мы видим сегодня? Мы это сегодня видим. Поэтому нам надо держаться друг возле друга, не надо пытаться как-то обойти один другого, не надо тут чего-то делить, типа нашей общей победы в Великой Отечественной войне. Все, понятно, роли распределила история давно. И такой человек, как вы, анализируя события, видя реалии, сделает, я думаю, правильные выводы. И не только это мой интерес, это интерес Белоруссии и России. Это интерес русского и белорусского народа, россиян всех и белорусов. Сегодня наша страна, по мнению общественного деятеля, даже ближе к своей идеологии, чем Россия. Александр Дугин отметил, в Беларуси сказали отчетливое нет олигархам и не дали западному либерализму превратиться в разрушительную силу. В целом разговор длился более двух часов. Плохая компания. В Вавруйске отмечается рост подростковой преступности. Только с начала года 25 уголовных дел, на 8 больше по сравнению с прошлым. С 20 по 25 октября сотрудники милиции будут посещать несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. Семьи, где дети находятся в социально опасном положении. Также правоохранители проверят клубы, дискотеки и другие заведения. Чаще всего несовершеннолетние совершают такие преступления, как в сфере незаконного оборота наркотических средств, мошенничество, хищение денежных средств путем компьютерной техники, а также кражи. Уважаемые родители, обратите внимание на то, с кем общается ваш ребенок, куда ходит, есть ли у ребенка свободные карманные деньги. С начала года зафиксировано полтысячи административных правонарушений. Свыше 260 подростков и 60 родителей находятся на постоянном контроле. С ними проводится профилактическая работа. Некоторые ребята состоят на учете в наркологическом диспансере. Продовольственная безопасность, доступное жилье и полезный сервис. Национальное кадастровое агентство запустило новую версию мобильного приложения «Мой Куд». Что изменилось? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Жилье в Беларуси станет дешевле. Снизится цена за квадрат. К концу года она не будет превышать среднемесячную зарплату по стране. Это стало возможным благодаря регулированию стоимости стройматериалов. Также планируется возводить больше арендных домов. Продовольственный экспорт Беларуси вырос на 25%. Товары уходят в основном в Россию и Китай. Выручка за 8 месяцев – около 4 миллиардов долларов. В стране нет проблем с продуктами. На магазинных полках есть все необходимое. Кроме того, радует рекордный урожай зерновых. Беларусь и Индия планируют создать совместное предприятие по разработке беспилотников. Наши летательные аппараты пользуются спросом во Вьетнаме, Египте и ряде стран Средней Азии. Вся микроэлектроника, двигатель и съемочное оборудование отечественного производства. Национальное кадастровое агентство запустило новую версию мобильного приложения «Мой Куд». Оно позволяет оперативно получать необходимую информацию об объекте недвижимости – земельном участке, капитальном строении, изолированном помещении или машинном месте. Сервис пока доступен только для Android. В Беларуси на четверг объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Порывы достигнут 20 метров в секунду. Ночью по востоку страны пройдут кратковременные дожди, возможен снег. Столбики термометров покажут от минус одного до плюс пяти. Днем будет 6.11 выше ноля. Новый проект по старым чертежам. В Абруйске отметят двухсотлетие со дня основания собора Александра Невского. Постановление храма началось еще несколько лет назад. Удалось построить точную копию здания, которое было заложено 23 октября 1822-го. Художественная утонченность, торжественная парадность, монументальность и обилие элементов декора. Все сделано в стиле ампир. Сейчас здесь продолжаются работы по внутренней отделке и благоустройству территории. С Божьей помощью наше строительство приближается уже к завершению. 5 ноября, пользуясь моментом, приглашаю всех на наш праздник, на наш юбилей. Еще не один храм мы планируем построить, а вот и на территории монастыря, в честь Жировической иконы Божьей Матери, в честь воскресения Христова Святых Жен Мироносец, чтобы был уже красивый, полноценный, такой достойный комплекс монастырский украшением нашего города и всей страны. В день открытия пройдет Божественная Литургия и трапеза. Песнопение исполнит мужской хор Минского Всехсвятского храма. Адрес улица Теодора, Нарбута, 14. В Беларуси растет число случаев заражения коронавирусом и гриппом. В реанимационных отделениях 80% тех, кто не сделал антиковидный укол. В зоне риска беременные, пожилые дети, а также люди с хроническими заболеваниями. По-прежнему один из эффективных способов защиты – вакцинация. О новой волне Ольга Васенда. Осеннее похолодание традиционно приносит всплеск сезонных заболеваний и простуд. Работники сферы здравоохранения готовы, но без профилактики никуда. Один из самых действенных методов – вакцинация. В приоритете группы высокого риска – пожилые, беременные, медики и дети до трех лет. Если ребенок ранее не был привит, то вакцина вводится двукратно с интервалом в месяц. В настоящее время вакцина используется Гриппол+. Также на платной основе, по желанию, родители могут привить вакси Грипп Тетра. Основные симптомы гриппа – заложенность носа, боль в горле, температура до 39 градусов, тошнота, ломота в теле, сильная слабость и снижение аппетита. Наибольшую инфекционную опасность человек представляет в первые 5-6 суток от начала заболевания. В легкой форме болезнь протекает до 10 дней. Гриппол+, дает гарантию на защиту от вируса около 90%. Главное – не допускает осложнений – пневмонии, бронхита и менингита. В Могилевской области от гриппа себя защитили уже свыше 20 тысяч человек. Привить планируется не менее 40% жителей. Параллельно идет вакцинация против COVID-19. В один день можно сделать сразу два укола. Эффективность действия препаратов в таком случае не снижается. К противопоказаниям относят лишь индивидуальные особенности, которые определяет врач. Компания по всей стране проходит, согласно графику, с октября по декабрь. В поликлинике номер 3 вы можете привиться в любой день недели. Мы работаем как в будни, так и в выходные. Минуя регистратуру, вы сразу можете обращаться в 102 или 103 кабинет. В будние дни с 8 утра до 7 вечера. В субботу с 8 утра до 5 вечера. И в воскресенье с 9 утра и до 2 часов дня. Ежегодно только гриппом в мире болеют около миллиарда человек. Нередко наблюдается и негативный исход. Тем временем ВОЗ заявляет об очередной острой фазе пандемии коронавируса. На это указывает ухудшение статистики в Европе. Присутствует возможность одновременной циркуляции сезонных заболеваний. Врачи помнят первые волны. Остановить всплеск смогла только прививка. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Поступок на беззолото. Волонтёры Союза молодёжи оказывают помощь пожилым людям. Осенью активисты сгребают опавшую листву, зимой чистят снег, весной перекапывают огород, летом носят воду. Круглый год ребята готовы наколоть дров, помочь с уборкой, а также доставкой лекарств и продуктов. На данный момент они активно оказывают помощь на сельскохозяйственных ярмарках в период их проведения. Помогают доставить продукты до автомобиля, либо до двери дома. Всего по броске организации БРСМ больше 70 волонтёров. Обращаться за помощью ветераны Великой Отечественной, одиноко проживающие инвалиды могут под телефоном горячих линий на экране. Сразу после нас сирена, моя коллега Кристина Арьян с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова